Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Для библейского портала экзегет.ру мы продолжаем читать книгу Иисуса Новина. И на очереди у нас девятая глава, продолжающая повествование о завоевании Ханаана Иисусом Новином и израильским народом. Завоевание продолжается. Жители страны, жители Ханаана и все цари этих небольших государств, городов-государств, они обеспокоены своей будущей судьбой, и они решают объединиться в единый антиизраильский союз. С этого начинается девятая глава. Услышав сие, услышав о благословении и проклятии, произнесенном на горе Гризим, на горе Гивал, на этих двух горах, и услышав о том, что произошло с Гаем и до этого с Иерихоном, цари и их народы, цари Хананские, они, включая тех царей, которые за Иорданом, на горе, на равнине, по всему берегу Великого моря, то есть Средиземного моря, близ Ливана, Хитей, Амарей, Хананей, Ферезея, Евея и Иусей, и семь Хананейских народов, они собираются вместе. Сказано во втором стихе девятой главы, собрались вместе на совещание, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем, составить единую коалиционную армию. Эта единая антиизраильская коалиция должна была ответить Израилю на его, как они считали, агрессию. Но не все цари собрались, а был такой город Гаваон. И вот эти жители Гаваона вместе со своим гранначальником, царем, они решили проявить хитрость. Они, видимо, поняли, что не очень судьба ждет их приглядная. Если они будут сражаться с Израилем, то потерпят, скорее всего, поражение. И они решают с Израилем договориться, применив хитрость. Жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, говорит нам библейский текст. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие, изодранные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Вот они делают такой спектакль, показывая тем самым, как будто они пришли из далекой страны. Они являются местными жителями. Они пришли к Иисусу в стан в Голгал и сказали ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы, и так заключи с нами союз. Ну, союз с каким-нибудь африканским племенем или каким-нибудь живущим далеко от земли Израиля заключить можно. Союз о дружбе, добрососедстве, о дружбе, мире и помощи друг другу. А вот с жителями местными Израиль не должен был заключать союзов. Он должен был исполнить волю Божию, истребить всех хананеев из этой земли. И для того, чтобы с израильтянами заключить союз, Берит, Завет, Договор, Пакт, Альянс, можем по-разному называть это слово Берит еврейское, Гаванитяне, жители Гаваона, применяют хитрость. А заключив союз, Израиль уже не сможет его нарушить. И они говорят, заключите с нами союз, мы издалека пришли. Израильтяне же сказали евеям, может быть, вы живете близ нас? Гаванитяне были евеями, представителями одного из семи хананских народов. Как нам заключить с вами союз? Они отвечают Иисусу так, 8 стих, мы рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней страны пришли мы, пришли рабы твои. Во имя Господа Бога твоего воздают почтение Богу Израиля. Ибо мы слышали славу его, и все, что сделал он в Египте. Слава о чудесном исходе из Египта носилась по всей земле. И все, что он сделал двум царям Аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону царю Исионскому и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. Описываются, вспоминаются события, описанные в Пятикнижии Моисеева. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, И скажите им, мы рабы твои, и так заключи с нами союз. Обычная формула, мы рабы твои. Союз этот, видимо, предполагает вассальные отношения гаванитян с Израилем. Это вассальный договор. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли и хлеба, а Господа не попросили. Решили сами разобраться с этой ситуацией, поверили гаванитянам. Вместо того, чтобы пасть на лица свои, посыпать голову пеплом, молиться, вопрошать Господа. Они без молитвы. Чему это учит нас, дорогие друзья? Всегда, когда мы принимаем какое-то решение, нужно помолиться. Помолиться усердно. Может быть, Господь нам ответит, как правильно поступить, и мы не совершим ошибок. Иисус совершает ошибку. Об этом говорится дальше. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. Клялись именем Божьим. Эту клятву нельзя нарушать. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Все, союз заключен. Гаванитяне не будут истреблены. Они останутся жить в святой земле Израиля. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города их были Гаваон, Кефира, Беяров и Кириаферим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом, Богом Израилевым. За это все общество Израиля возроптало на начальников. Зачем вы поклялись так опрометчиво? Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. Но что же делать в такой ситуации? Выход предлагается такой, 20 стих. Вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества, то есть для израильтян. Будут дровосеками и водочерпиями, водоносами. И так сказали им начальники обществу. И Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас? Иисус призывает гаванитян и обращается к ним с упреком. Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это, прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. На этих хананьянах, на евеях, над жителями Гаваона, на них исполнилось проклятие Ноя. Ханаан будет рабом, и раб рабов будет Ханаан у братьев своих. Израильтяне – потомки Сима, жители Гаваона – потомки Хама. И вот они действительно оказываются в подчиненном арабском положении по отношению к новым обитателям земли, к хозяевам новым этой земли, к израильтянам. Они в ответ Иисусу сказали, гаванитяне, «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой поверил Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело». Эта выдумка, эта хитрость была сделана по страху, по боязни перед Израилем, говорят они. «Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». Что же делает Иисус? Израиль клялся гаванитянам их не погубить. Иисус спасает их от израильского самосуда, этих самых гаванитян. «Поступил с ними так», читаем мы в предпоследнем стихе этой главы, «избавил их от руки сынов Израилевых, и они, то есть израильтяне, не умертвили их, то есть гаванитян». Прочитаем последний стих, заключительный. «И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое им избрал бы Господь». И вновь звучит это до сего дня, то есть до того дня, когда первые читатели книги Иисуса Новина взяли этот текст в свои руки, читали. Пред ними было для их сегодняшнего дня, для них было актуально все, что тут написано. И немые свидетельства библейских событий были пред их глазами. Не только буквы, записанные текстом, но и сами вот эти вот артефакты, как бы сказали археологи, и сам этот народ, он жил среди Израиля в то время, когда книга Иисуса Новина была записана. И автор добавляет до сего дня, вот смотрите, читатели книги, вот вам подтверждение истинности этих событий, вот вам доказательства. Вот они, гаванитяне, рубят дрова, таскают воду для нас и для жертвенника Господня. В православной церковной молитве, а именно в великом покаянном каноне Андрея Критского, гаванитяне вспоминаются не раз. И гаваниты, они там, если говорить по-церковно-славянски, автор этого канона, преподобный Андрей, он размышляет над страницами священного писания, он углубляется в эти тексты, в том числе в события, произошедшие во времена Иисуса Новина и описанные в книге, носящей название книги Иисуса Новина. Автор покаянного канона, столь любимого в нашей церковной православной традиции, вспоминаются эти гаванитяне. Вот если мы, как преподобный Андрей, будем также усердно читать, изучать Слово Божие, Священное Писание, то и наша личная молитва будет также наполнена примерами, образами, взятыми из Священного Писания. И, может быть, мы приблизимся, хоть чуточку приблизимся к той самой совершенной молитве, которая только может быть, молитве Словом Божьим. Вот есть такая библейская книга, называется она «Таилим», по-русски книга «Хваление» или «Псалтирь», если использовать греческий термин «Псалтирь». В ней, в книге Псалмов, собрано 150 молитвенно-поэтических композиций, древних, израильских. Мы читаем, это главный молитвенник Церкви, молитвенник самого Христа и молитвенник народа Божия, наш с вами главный молитвенник. И вот там Слово Божие, поскольку Псалтирь — это часть Библии, в ней содержится Слово Божие, в этой книге. Слово Божие и Слово Человеческое, а молитва — это обращение человека к Богу, настолько тесно переплетены, что это переплетение, это соединение Божественного и Человеческого Слова нерасторжимо. Мы обращаемся к Богу в молитве, и наша молитва становится Словом Божьим, и сам Бог со своей стороны учит нас молиться, и мы учимся Его, полученным от Бога Словом, к Нему обращаться и посылать к Нему молитву. Дорогие друзья, на следующей нашей встрече мы с вами продолжим читать эту замечательную, удивительную, наполненную славными повествованиями книгу Иисуса Новина. Запись делается для библейского портала exeget.ru